всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии очень приятно их читать у нас возникает с вами диалог это здорово потому что монолог это очень хорошо очень интересно но диалог все-таки лучше человеческое общение ничто не может заменить ну и спасибо за то что материально поддержите канал иногда это тоже радует теперь немножко о себе если вы думаете что я какой-то замороченный меломан упертый в какие-то джазовые дебри какие-то авангардные поиски то правильно совершенно да я действительно замороченный меломан упертых джазовые дебри и авангардные поиски и все время ищу что-то интересное что-то новое это новое меня всегда безумно радует ну чаще всего радует хотя на самом деле всегда радует потому что что-то новое может оказаться замшелым старым копией с копии с копии с копии того что было сделано шестьдесят девятом году например прошлого века поэтому это не очень интересно проще обратиться шестьдесят девятый год или в семидесятый и я как и все мои друзья ровесники учился советской школе семидесятом году мне было десять лет соответственно но эту пластинку я услышал чуть позже не в возрасте десяти лет а возрасте примерно тринадцати наверное или двенадцати скорее двенадцати даже вот эту самую пластинку которую любили ну юноша или мальчик подросток не мог называться настоящим учеником советской школы в то время если он не слышал пластинку deep purple in rock если не любил ее нормальные настоящие советские школьники все слушали альбом deep purple in rock так или иначе у кого не было магнитофона те приходили в гости к друзьям у которых был магнитофон были магнитофоны слушали там наслаждались подпевали особенно подпевали песни bloodsucker вот это вот это вот это цепляло больше всего это было по крайней мере в моих краях наверное любимой песней молодежи но даже не молодежи а детей советских школьников советские школьники считали этот альбом лучшим из всего того что было записано на западных заграничных полузапрещенных а то и совсем запрещенных пластинках в советском союзе и не надо мне рассказывать про советский союз про то какая там была райская жизнь я все знаю про советский союз вы меня можете переубеждать сколько угодно писать про прелести этой жизни ребята я все знаю я там жил не надо меня чуть-чуть вдруг заговорил заговорил от того что пластинки были полу запрещенные или совсем запрещенные вот почему я заговорил как мы знаем пластинка the people and rock это первый альбом в таком в главном составе группы the people в истории и и хотя нынешний состав тоже в общем можно сказать главное потому что я не знаю что сейчас совсем морсом происходит кстати говоря понятия не имею у него проблемы я не отслеживаю просто эти вещи я очень люблю гитариста стива морса не просто гитариста музыканта с большой буквы я знаю его старые проекты все до дипа до дипа плацки у меня есть пластинки запись вести в морс бэнд там и его сольных альбомов даже без бэнда просто стив морс мы в канзасе он играл в канзасе не там не очень интересно канзас это самодостаточная группа дак вот это о стиве морсе но ричи блэкмора я кстати говоря люблю гораздо меньше чем морса не 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 как человека как музыканта юра каспарян обожает ричи блэкмора как может быть кому-то это покажется странным потому что юрий он все-таки модник он играет современную музыку и слушает ее но при этом я знаю точно когда он приходил ко мне в гости уже не в те годы еще а уже в более позднее гораздо позднее мы слушали с ним дипа пул с огромным удовольствием и он разбирал в игру блэкмора и снимал highway star прекрасно и играет кстати говоря эту песню это соло гитарные skyway star очень любят эту штуку так вот мы перлись с дикой силы и правильно делали потому что пластинка это на мой взгляд плохое слово эпохальное плохое слово какая-то какая-то такая вот рубежная этапная все ерунда она с другой стороны она действительно положила начало всему тяжелому року в том виде в котором мы его имеем сейчас но если говорить о металле в разных его формах то безусловно дипе пулы были не одиноки в этом деле много групп на самом деле делали подобную музыку ошибочно утверждать что они изобрели вот этот стиль такой моторный зачаточный металлический были были группы и в германии кстати говоря были я покажу пару пластинок немецких групп одногодок тоже 70-71 год которые играли может быть еще даже более металлическую музыку чем дипе пул но дипе пулы были ярче они были умнее они были я недавно переслушал этот альбом я его почти забыл давно уже не слушал хотя дипе пул у меня весь собран все пластинки я очень уважаю эту группу очень люблю даже те пластинки которые никогда не слушаю в принципе позднее среднего периода до морсовской эпохи ну там там совсем какая-то поп-поп-поп такая поп-музыка не яркая совершенно не интересно все равно они у меня есть потому что детская любовь и никуда не денется кот дипе пул когда переслушал сейчас этот альбом я услышал и понял насколько тонко все здесь аранжировано именно на этом альбоме с какой фантазии как искусно не побоюсь этого слова как точно как музыкально все сделано очень очень серьезная очень серьезная музыка вот эта штука она очень серьезно прикажущейся вот этой вот прикажущейся зверстве своем она настолько всего там на местах стоит что просто любо дорого слушать слушаешь получаешь удовольствие от того какого качества аранжировка какого качества композиторская не побоюсь этого слова работа очень очень круто при этом парни то были в общем молодые достаточно и веселые настроенные на рок-н-ролл и рок-н-ролла здесь в полный рост один спидкинг чего стоит спидкинг это песня олицетворяет собой то до чего может довести человека увлечение песнями литл ричарда и чака берри и всех остальных рок-н-ролльчиков потому что фантастика истерика сублимация всего что накопил рок-н-ролл к 1969 году когда начали записывать этот альбом это такая истерика взрыв эмоций настоящий рок-н-ролльный тысяча процентный рок-н-ролл с прекрасными при этом истерично истерично прекрасными соло всех музыкантов по очереди изумительная игра бас-гитары я конечно обожаю обожаю роджера гловера всегда любил его в отличие от игры речи блэк про кстати которые я я принимаю как должное он очень здорово играет на этом альбоме он рычагом играет такие вещи чудесные которые повторить очень сложно очень сложно правда вот такое звукоизвлечение точно не у него всегда было звукоизвлечение прекрасное такое хрестоматийная масса гитаристов пытаются повторить многие повторяют у многих получается но учатся на игре blackmore именно в плане звука в плане владения владение струнами владение рычагом владением переключения датчиков что тоже в нужный момент нужно делать правильно быстро и хорошо это отдельная школа игры на электрогитаре и пусть там всякие диванные специалисты гитарной игре что-нибудь рассказывают про то как он плохо играть на гитаре я даже смеяться не буду даже не буду смеяться потому что легионы гитаристов именитых учатся на игре blackmore bloodsucker я уже сказал одна из любимых песен купчинских парней и замечательный гитарный риф длинный растянутый с хорошим солов в середине опять-таки арган 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 арганным как как в большинстве этих песен шикарные две песни подряд спидкинг и bloodsucker child in time мне песни не нравилось никогда никогда я и сейчас его не переслушиваю потому что она мне кажется пафосный помпезный музыкально извините пожалуйста не интересный все знают что там кое-что заимствовано прямо скажем у группы it's a beautiful day у группы it's a beautiful day эта песня тоже не вдохновляет меня ее слышал много раз такая ну понравилось и понравилось понравилось сыграли получилась блестящая концертная штука которая завораживает залы до сих пор не побоюсь этого слова ну нравится нравится да это такая такой шоу номер я бы сказал где можно блеснуть и невероятным гитарным соло чем можно играть любую любое соло в середине этой песни как какое угодно музыкальной ценности особенно не представляет хотя как бы каноническим уже стала соло blackmore здесь но в принципе там играешь что хочешь по-моему ты же в этой штуке а вот вторая сторона это какая-то уже просто какой-то не буду говорить на букву п рок не панк круга рок не буду говорить но это серьезная интереснейшая музыка действительно flight of the red на основе рок-н-ролльной абсолютно на рок-н-ролльной основе сделана песня но так она развернута так она размножена внутри себя так она разыграна музыкантами которые очень хорошо владеют инструментами и очень здорово мыслят главная мысль здесь главная мысль и так так она интересно просто раскручена с наслаждением ее слушаю до сих пор до сих пор с наслаждением каждый такт просто как будто слушать группу с не побоюсь этого слова там тут очень-очень красиво очень точно просто мы другой стиль музыка в другом стиле into the fire это то что теперь называется стоун а также а точнее тормозной рок тормозной рок стоунер весь стоунер вышел по моему из песни into the fire клейма негде ставить здесь living rack изумительная штука с этими самыми с изумительными эффектами игры на хамон торгания вот эти вот это такое глиссанда с педалями я не знаю я не играл никогда на хамонде поэтому не знаю как это делается вот эти вот воздушные такие штуки воздушные до времена злобные очень круто и все очень на месте все просто на своих местах и так так здорово меняется динамика из яростной атаки уходит в такую почти тишину с гитары blackmore лиричные какие-то лирические какие-то пассажи начинаются потом опять все в ярость в динамику в агрессию громкость кидается просто просто крутая очень-очень крутая музыка очень хороший ну и hard loving man чудесный хаос 1969 70-го годов чудесный психоделический навал импровизационные где отрываются все как только возможно и blackmore играет тут соло в интервал которая тоже мало кто играл в то время я уже говорил про называл там несколько групп которые играли в интервал большие гитарные соло просто вот образец той самой гитарные и тяжелороковой психоделической музыки начала 70-х годов идеальная пьеса просто hard loving man для этого для если вы хотите понять что такое настоящее психоделия тяжелого рока то это hard loving man все пластинка практика идеальная вот она идеально во всем у меня их две одна вот это переиздание вторая оригинальчик настоящий хороший английский который я бережно храню единственный минус этой пластинки в том что она записана очень глухо в оригинале поэтому переиздание звучит лучше звучит звонче там вытянуты высокие хотя это неправильно потому что оригинал он звучит так как надо так как они вот хотели это сделать так и получилось оглохо он звучит как я слышал потому что очень сильно поднималась громкость и при миксе все инструменты хотелось сделать погромче пояснее чтобы чтобы они читались лучше хотя это делается не за счет громкости как правильно за счет других вещей но тем не менее может быть это отсутствие опыта еще хотя опыт там у мартина бердовича был прекрасный но за счет вот этих вот все ручки вверх ползунки да все немножко заглушилась но все равно все слышно и купчинские школьники все равно перлюсь от этого альбома с дикой силой я продолжу опереться до сих пор пойду и выпью за это дело пока